Девушки отдыхают Как родителям, обманутым родной дочерью, через суд вернут деньги, данные ей на обучение, и потраченные девушкой совершенно на другие цели? Она же была на нем квартира. А долги, подождите, а долги? А на нем была квартира, и это долги. Квартира была на нем уже оформлена. То есть он заплатил ей долги, и паркласса плачет. Получить в подарок тетину квартиру еще при ее жизни, это надо очень постараться. А главное, вовремя принять все меры, чтобы жилплощадь не отобрали назад. Ты единственный сын, я хотел бы его забрать. Конечно, я убежал. Как я могу с ним лететь в Турцию, если вообще я не знаю, как его даже зовут. Он не мой отец. Как родному отцу доказать в суде, что после гибели матери он сможет дать ребенку лучшее воспитание и образование, чем детский дом или чужая приемная семья? Оставайтесь с нами. Исцы, супруги Смоляковские, подают иск о возврате денежной суммы в размере 165 600 рублей, которую они дали на обучение своей дочери. Ответчик Анна Смоляковская, 20-летняя студентка, с иском согласна частично и просит отсрочки по платежу сроком на один год. Ваша честь, два с половиной года наша дочь Анна окончила школу. Два с половиной года назад мы на семейном совете решили, что девочке нужно получить хорошую профессию, чтобы в жизни у нее все состоялось и все получилось. Решили, что поедет поступать в Москву. Московский институт выбрали экономических преобразований, факультеты финансы и кредит. Все хорошо, согласилась, поехала. Звонит оттуда. Все здорово, я поступила, мы с матерью обрадовались, только рано, как оказалось, обрадовались. Через год приезжает, вместо зачетки нам везет внучку. Нет, внучке мы рады, конечно, но получилось, что Аня нас обманула. Делаем вторую попытку. Опять едет, каких-то баллов не добрала, говорит, нужны деньги. Приезжает, мы даем деньги, но поскольку уже веры девочки как-то тут нету, к сожалению, взяли с нее с расписку. Дали ей деньги, вот эту сумму 165 600 рублей за первый год обучения. Через год приезжает. Мы думали, все, хорошо, учится. Оказывается, она уже окончила. И совсем не институт экономических преобразований, а какие-то курсы телеведущих. Мы вообще... Да она нас не то, что обманула, Ваша честь, вот муж сказал обманула, она с нами просто поступила по-освински, я считаю. Потому что вот обрадовались мы действительно очень рано. То, что я хотела, чтобы у нас был в семье, не просто так, но свой бухгалтер. Я работаю в торговле, у меня в городе уже несколько ларьков работает. У меня уже такой бизнес, когда в принципе, ну зачем я буду постороннему человеку отстегивать деньги, когда может быть в семье свой бухгалтер, своя родная дочь, чтобы все деньги оставались в семье. Я тебе говорила, что я не хочу быть в бухгалтере. Нет, ну подождите, 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 истец. Это вы хотите, чтобы дочь ваша была бухгалтером? Хочу. Ну для того, чтобы быть профессиональным бухгалтером, как минимум, нужно иметь еще к этой профессии склонность. Я не говорю способности, но хотя бы склонности какие-то. Это было решено на семейном совете, в школе она училась хорошо. Но этого хотела ты, я этого не хотела. У нее никаких проблем с математикой не было. Ты не спорила на семейном совете? Она с нами не спорила, она сказала, мама, папа, еду поступать, она сказала. Ее туда палками и под конвоем никто не гнал. Поехала, ваша честь, первый год. Если бы я знала, что она не... Она позвонила, сказала, что поступила. Если бы я знала, что это не так, мы бы, конечно, и Москве год не дали болтаться так просто. А потом она появилась через год с ребенком, и только тогда вскрылся обман. Потом она поехала снова поступать. Когда уже девочка осталась с нами, наша внучка. И она, дочка говорит, я на бюджетные баллы не добрала, но можно поступить на платные. Но в год стоит, за год обучение стоит 165.600 рублей. И мы тогда на семейном совете, да, мы решили. Причем мне это не так просто из оборота выдернуло. Это у меня практически потери, получается, в моей работе. Для родной дочери, тем более цель какая у нас, да, чтобы она в семье была, работала. Нам потом все это воздалось отдавать. Мы же знали, что бухгалтер, он всегда работает, везде найдет. Хоть в Москве, хоть где. В этой профессии у меня тоже получится. Но поскольку, Аня, подожди, и поскольку уже веры ей не было, она нас один раз уже обманула. Мне этого достаточно, веры ей нет. Мы пошли, значит, к нотариусу, и эту, то, что мы эту сумму ей выдали, все заверили нотариально. Чтобы хоть какую-то ответственность почувствовать. Долговая расписочка. Сначала только за себя, а теперь еще за маленькую за Танюшку. Долговая расписочка, да, и вот свидетельство о рождении Татьяны, нашей внучки. То есть внучка сейчас с вами, поражена? Естественно, она с нами. Мы ее любим, понимаете, ну, получается, при живой матери она все равно расскажет. Так сначала надо думать, а потом детей заводить. Люди думают даже, когда собачек заводят. Я же объяснила, что так просто не получивость. Простите, пожалуйста, ну, хорошо, истцы. Вы сейчас взыщете, ну, предположим, да, вы сейчас взыскиваете эти деньги. И что поменяется-то в вашей жизни? Дело в том, что поменяется много, что в вашей жизни. Она сейчас не в состоянии нам эту сумму вернуть. Хорошо, и что? Пусть почувствует ответственность за свои поступки в конце концов. Я чувствую. Ну, мы же ее не сразу в суд потащили. Вот она говорит, мама, папа, вот. Да нет, ну, вы мне скажите, ну, что изменится? Вот папа понимает, что у дочки нет этой суммы. Да, это будет тогда исполнительное производство, принудительное. Она может отработать эти деньги, придет, не хочет бухгалтером, может продавцом сесть, да, понимаете? Да мы ей, может, жизнь спасаем, потом спасибо скажет. А потом она поймет, в чем на самом деле ценности этой жизни. Скажите, пожалуйста, ответчик, а вы алименты, ну, или материальную помощь своим родителям на воспитание вашего ребенка высылаете? Сейчас. Я не вас спрашиваю, сте. Все, прошу, пожалуйста. Ваша честь, пока нет, потому что нету такой пока возможности. А пока это сколько времени происходит уже? Ну, происходит уже это где-то около... Она сама не знает. Года, да. Но я обещаю, я вот уже уверена, что через год точно я смогу... Через год? ...выплатить. Да, через год я обещаю, что я и выплачу эту сумму, и могу забрать ребенка. А можно узнать, откуда такая уверенность у тебя? Беспочвенная, Ваша честь. Это прошу прощения, конечно. Ну, у меня уже просто потихоньку, получается, налаживаются знакомства, уже есть несколько предложений, вот, в той сфере, да, которой я хочу заниматься, а не сидеть там этим... Аня, ты собой можешь рисковать, да почему ты рискуешь судьбой маленькой Танечки? Вот, и получается уже потихонечку, и я уверена, что сейчас вот уже получится занять хорошую должность, где-то я смогу нормально что-то вести на хорошем канале, и тогда... Простите, Отличка, это странно вообще. Вот так вот, если со стороны вы себя никогда не слышали, нет? Ну, здесь и со стороны, где-то занять когда-то хорошую должность на каком-то хорошем канале. Останкина, я могу любую вести программу, я могу и музыкальную, и ну, вести. Я прошу прощения. Зъезд-то он, зъезд, только кто же ему даст? Ответчик, ну, наверное, ну, вы можете, конечно, там, давать оценку своим способностям, безусловно, но... Ждут ее в Останкина, сидят и ждут, когда наше... Меня-то интересует, кто ребенка дальше будет воспитывать и содержать. Ответчик. Ну, сейчас я как-то обустроюсь, и, естественно, я заберу. Хорошо, ответчик, давайте так. Есть не просто расписка, чего, на самом деле, было достаточно для суда, но вы, ваши родители, это договором займа, то, что вы называете распиской, это договор займа, который нотариально удостоверен. То есть вы подтверждаете, что вы брали в долг 165 тысяч рублей? Да, я подтверждаю. Ну, да. И дальше? Это ваша честь, прошу прощения. Я хотела еще сказать такой момент, что вот это, что она отдаст, это все вилами на воде, писанная девочка в розовых очках. Я ей предложила, ведь я же не сразу дочь в суд там вызвала. Я ей предложила все это отработать. Да не понятно, ну, как вы не понимаете? Ну, вы понимаете? Я-то вот сейчас, я не удивляюсь, что ваша дочь живет иллюзиями, потому что я еще двух родителей вижу, которые тоже живут иллюзиями. Ну, какие что-то иллюзии? Мы реальные люди, реальные деньги зарабатываем. Я думаю, что сейчас ответчик после этого суда не развернется и не уедет. Куда она уедет? У нее дочь здесь. Я не верю, что может совсем кукушку воспитали, которая малышку бросит. Совсем безответственная. А потом заберу ее от вас. Ладно, не вышла из нее. Место работы у ответчика основного заработка нет. То есть мы даже исполнительный лист на работу прислать не сможем. Вот ее работа, я ее работаю. А если, подождите, я поэтому и говорю, вот вы, у вас дочь, она на вас похожа. Вы в иллюзиях, и она в таких же иллюзиях. Вот она сейчас развернется и уедет. Имущества у нее своего нет. Несовершеннолетний ребенок на иждивении, ну, с формальной точки зрения. Мы с чего будем эти 165 тысяч взыскивать-то? Расскажите мне. Ну, по крайней мере, она не уедет отсюда, я надеюсь. Конечно. Я понимаю, что насильно заставить ее работать у меня невозможно. Ответчик, вы планируете уехать для того, чтобы искать работу, как вы сказали, где-то на хорошем канале? Да, планирую. Только она очень долго будет ее искать. Она бы мне эти деньги отработала очень быстро. Я уже даже работала на одном из мостового канала. Я бы ей быстро эти деньги все зачла, она бы мне их отработала. Но она мне сказала, что, если это тошнит от торгашек, от торгашества, извините меня, а брать деньги у торгашки она не побрезала. Подумай, потом, вот, Танечка, будешь называть мамой. Вы начинаете использовать суд в целях воспитания вашей дочери. Это, пожалуйста. Уже поздно воспитывалась. Вот я тоже так думаю. Будьте добры, пожалуйста, мне договор нотариально заверенный. Нет, мне просто договор нотариально заверенный. Так, вот у нас, пожалуйста, документы. Я все вместе передам. То есть вы не отрицаете, да? Вы подтверждаете? Да, да. Суд удаляется о принятии решений. Далее в программе. А у нас была на нем квартира? А долги, подождите, стец, а долги? А на нем была квартира, это долги. Квартира была на нем уже оформлена. То есть он заплатил и долги, и квартал заплатил. Когда тетя пьет, племяннику радости мало. Особенно если он вынужден снабжать ее деньгами. Одна отрада была тетина квартира. И ту отобрали злые родственники. Это единственный сын, я хотел бы его забраться. Конечно, я убежал. Как я могу с ним нецеть в Турцию, если вообще я не знаю, как его даже зовут. Он не мой отец. Курортный роман часто заканчивается беременностью. И очень редко мужчина, узнавший через много лет о том, что у него есть ребенок, готов признать его, воспитывать, содержать и вообще отдать ему все, что имеет. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд оглашает исковые требования исцов. И не нарушает ничьи законные права и интересы третьих лиц. Считает возможным взыскать 165 600 рублей поровну, разделив их между вами, между вашими родителями. Но еще раз я обращу внимание, что на стадии исполнения данного судебного решения первоначально будут пытаться наложить взыскание на заработную плату, на иной-другой доход. При отсутствии заработной платы и нового другого дохода на имущество, на которое в соответствии с требованием закона может быть обращено взыскание. Исцея ответчих, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Исковые требования удовлетворить. Конечно, очень неприятно, что пришлось судиться с родной дочерью. Но в данной ситуации наше бездействие повлекло бы с собой дальнейшие выходки, которые мы терпеть с мужем больше не намерены. Сядет в киоск и отработает эти деньги, есть как миленькая. Я займу эти деньги у кого угодно, у подруг наберу, где угодно их добуду, отдам родителям, но все равно уеду в Москву. А теперь вернемся в зал суда. Истец Николай Боровский подает в суд иск о взыскании с ответчика 185 тысяч рублей, которые он был вынужден заплатить по коммунальным долгам. Ответчик Зинаида Боровская против иска возражает. Ваш честь, я прошу взыскать с броской изнаиды Андреевны моей тете 185 тысяч за долги по коммунальным поддержам, которые я платил. Дело в том, что моя тетя своей младшей сестрой, получается, меня обвели как мальчишку. И я на этом потерял приличную сумму денег. Моя тетя, она папина сестра, 6 лет беспробудно пила. Ее с последнего места работы попросили. И в связи с чего она не оплачивала коммуналку, у нее набрежали большие долги. Она ходила ко мне на работу. А ты своей квартирой не оплачивала? Да, ее. Она постоянно ходила ко мне на работу, клянчила денег. В какой-то момент мне это все надоело. Я выставил у телематум, что я погашаю все задолженности, даю раз в неделю какую-то сумму денег определенную. Если ее не пропивать разом, то на жизнь будет хватать. Но замена она не отдастся на свою квартиру. При этом она пожизненно остается жить в ней, но теряет право собственности. Тетя согласилась, но доверия не было. Я решил, что сначала договор, потом деньги. Все, подписали. Я платил коммуналку. А договор-то какой вы подписали? А дарственную она подписала на меня. А договор дарения в вашу пользу, так? Да, да. Все, я продолжал платить за нее коммунальные услуги. Она проживала в квартире. Тут через два года появляется ее младшая сестра, которая ей напела что-то. То, что я ее якобы обманываю и прочее. То есть тетя поверила ей, оформила на нее доверенность представлять в суде. И они оспорили дарение. То есть все, квартира как бы опять вернулась к тете. Нет, а основания по каким оспаривали? Это основание было то, что якобы когда оформлялся дарение, она была в перманентном запое и как бы не отдавала отчет. Но когда я подписывал, она нигде не стояла. На учетах не было ни психологическом, ни наркологическом диспансере. На учете тетя не стояла. То есть они, получается, квартиру вернули, а долги были мной заплачены. Я вот хочу эти деньги вернуть обратно. Да. Хорошо. Мне ваши документы передайте, пожалуйста. Да, вот здесь платежки. Так, я вас слушаю, отвечу. Пожалуйста. Ваша честь, я искренне признаю. Там есть решение суда, да, признание договора дарения действительного? Да, там и отоснение, да. Ваша честь, иск я не признаю. Дело в том, что квартиру он, получается, оформил на себя обманным путем. Дело в том, что он платил за эту квартиру, когда она находилась у него в собственности. Он платил вместе с долгом. И я оформила, когда вот эту квартиру, будучи пьяной. Нет, ну хоровая вообще тут потрясающая. Я, конечно, почитаю решение суда. Но, знаете, у Ди, хорошо, что не вы, а ваша сестра представляла ваши интересы в суде. То есть если бы вы пришли в суд и сказали, знаете, признайте-ка мне договор дарения, я была, извините, пьяная. Хорошее обоснование. Да, Ваша честь. Вот я сейчас два года не пью, я закодирую, слава Богу. У сестры хватило ума меня уговорить лечь в больницу. Она меня пролечила, два года я не пью, веду трезвый образ жизни. Сейчас я посмотрела трезвыми глазами вообще на все, что говорится. Ну хорошо, ответчик. Вы тогда были пьяны. Но дело в том, что естественно погасил сумму задолженности. Но дело в том, что он сейчас меня из квартиры почти выгоняет. Почти. Каким образом, если договор дарения был признан недействительным? Что начал говорить? Дело в том, что я была в состоянии не вменяемого. Да подождите, я не об этом говорю. Я не буду обсуждать решение суда, которое вступило в законную силу, где договор дарения признан недействительным. Я вам задаю совершенно другой вопрос. Истец за вас заплатил 185 тысяч рублей и просит вас это взыскать. В то время квартира была числась на нем. То есть он платил и за квартиру, и за эти долги. Она уже была на нем оформлена. Ну же долги платил. Заплатил он долги. Ну. А вы не считаете, нужно вернуть ему деньги? А она же была на нем квартира. А долги, подождите, истец. А долги? А он, на нем была квартира, это долги. Квартира была на нем уже оформлена. То есть он заплатил и долги, и кварплату платил. Трясающая логика просто. Ой. Но долги за вас он платил? Ну, квартира находилась у него сейчас. Но долги-то были не истца, а ваши долги. Ну, он знал о том, что долги есть. Он квартиру оформил, есть и с долгами на тот момент. То есть в данной ситуации истец заплатил 185 тысяч рублей. Договор дарения признан недействительным. То есть вы остались и при деньгах, и при квартире? На трезвую голову. На трезвую голову, да, я посмотрела. Иначе я с этим племянником вообще померла бы. Спилась бы и просто сдохла под забором бы. Истец, а скажите, пожалуйста, почему в тот момент, когда оспаривался договор дарения, вы не заявили это исковое требование? Можете мне объяснить? Ну, это произошло без меня. Да что без вас? Ну, вы что, в суде не были? Был. Ну, вот смотрите, чтобы вы сейчас меня поняли, истец. Значит, недействительный договор. Если договор признается недействительным, то сделка, она недействительна с момента заключения этого договора. То есть, как бы, время откручивается назад. Я понял. Правильно? Вот. По общему правилу, раз сделка недействительна, то как бы недействительны все правовые последствия, которые возникают из этой сделки, за исключением прав и обязанностей, которые возникли к моменту заключения недействительного договора. Если долг возник к моменту заключения недействительного договора, долг сам по себе возник, почему вы в предыдущем судебном заседании не потребовали возврата указанной суммы? Когда суд применял последствия недействительной сделки, взыскание с ответчика выплаченного долга, который образовался до момента заключения договора недействительным. Для меня-то сейчас, это уже потом, для меня сейчас, я связана с решением суда, а суд установил, и договор недействительным, и все последствия по нему недействительными. Я упустил этот момент, то есть, я тогда квартиру защищал свою проблему. Ответчик, ну а так, внутренне вы не чувствуете потребности как-то так? Вы знаете как, вот у меня справка о том, что я леченая, мне вшили там. Давайте то, что вы леченая, давайте. Да, я леченая два года не пью. Леченая, да. И думаю, я бы с этим племянником умрала бы давно. Да я все как-то о совести, а вы мне все леченая и нелеченая. Там где-то внутри совесть у вас не шевелится. А у него совесть шевелилась, когда он меня вот так спаивал. А он нас спаивал. Вместо того, чтобы подлечить меня. А он мне вот так постоянно деньги, ты купи, и я пошла и купила, и пила. Ну, тоже хорошо. Вы приходите, говорят, дай денег, все вам человек дает. Нет, я просила на оплату кварплат, а он давал 500 рублей, на кварплату это не хватало. А вот в чем дело. Ну, а вы не пытались за несколько дней накопить по 500 рублей, чтобы оплатить? А он не давал так, чтобы накопить. Он давал именно, чтобы на рюмочку купить. Ой, хорошо, суд удаляется до принятия решения. Далее в программе. Вы единственные сын, я хотел бы его забрать. Конечно, я убежал. Как я могу с ним не сеть в Турцию, если вообще я не знаю, как его даже зовут? Он не мой отец. Как родному отцу доказать в суде, что после гибели матери он сможет дать ребенку лучшее воспитание и образование, чем детский дом или чужая приемная семья? Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные доказательства и приобщив к материалам дела решения суда, вступившее в законную силу, в иске о возмещении ущерба, понесенной истцом в связи с признанием сделки недействительным, считает необходимым отказать. Суд отказывает в требовании о компенсации расходов, которые были понесены истцом в связи с заключением сделки. Поскольку заключенная между сторонами сделка была признана недействительной, как совершенное лицом, не понимавших значения своих действий. Правовые последствия признания сделки недействительной по данному основанию заключаются в возврате полученного по сделке. То есть в данном случае в собственности ответчицы была возвращена квартира. При наличии ущерба его возмещает только сторона, которая понимала значение своих действий при заключении сделки. То есть сторона, не понимавшая значение своих действий при заключении сделки, от возмещения ущерба освобождается. Поэтому в данном случае ответчик не обязан возмещать истцу расходы. В данной ситуации часть третья статьи 177 Гражданского кодекса Российской Федерации, который устанавливает это правило, рассматривает это как санкцию для лица, который воспользовался тем, что другое лицо заключало сделку, и второе лицо не понимало значений совершаемых ими действий. Но в данном случае, естественно, я еще раз повторюсь, в тот момент, когда оспаривался договор, вы могли потребовать именно возмещение ущерба, поскольку эти обязательства, как задолженность, они возникли до момента заключения сделки. Вы не знали, упустили это, сложно мне сказать. Но вот сейчас уже, поскольку вы тогда не потребовали этого, и сейчас уже, раз один суд применил последствия недействительной сделки, то у меня оснований возвращаться к этому больше нет. Естественно, ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Вот как бывает. Чуть замешкайся, и все, деньги потерял. Родной племянник меня чуть в гроб не вогнал. Еще деньги требует. Фиг ему, не получит он никаких денег. А теперь вернемся в зал суда. Истец Василий Артемьев, 16-летний подросток, подает иск об эмансипации. Ответчик Демир Башкурт, отец мальчика, против заявленных сыном требований, категорически возражает. Данная категория дел рассматривается с обязательным участием прокурора. У нас представители прокуратуры присутствуют в зале. Благодарю вас, присаживайтесь, пожалуйста. Я вас слушаю. Я только прошу прощения, я хотела бы у вас уточнить. Скажите, пожалуйста, вы достаточно владеете русским языком, чтобы судопроизводство производилось на русском языке. Ваша честь, я понимаю, я думаю. Понимаете. То есть вам услуги переводчика... А я думаю... ...не требуются. Пожалуйста, я вас слушаю. Ваша честь, в настоящее время я живу со своим другом, я снимаю у него комнату. Я не хочу возвращаться домой и прошу эмансипации. Видите ли, у меня есть своя работа, я работаю в этой сервисе, у меня отличная зарплата, нормальная, 15 тысяч рублей. У меня есть вот справки о зарплате и о месте работы. Простите, пожалуйста, заявитель. Ну, если я правильно понимаю, то это ваш папа? Да, это мой отец, турок, который я совершенно не знаю. В общем, была такая история. Три года назад умерла моя мама в автокатастрофе. В общем, мы жили раньше втроем. Я, мама и бабушка в двухкомнатной квартире приватизированы на троих. После смерти мамы бабушка оформила опеку надо мной. И мы стали жить вдвоем. Потом, год назад, приехал мой отец. Сколько вам было лет к этому? Мне 16 лет. Попечителем она стала. Да. Приехал мой отец. Он турок. Естественно, еще раз, если можно уточнить. Бабушка была оформлена опекуном, когда вам сколько было лет? Когда мне было 16 лет. 16? Сейчас вам сколько? 15 было, когда мама у тебя умерла. И после того, как ты остался без родителей, фактически, опеку на себя оформила бабушка. Понятно. Пожалуйста. В общем, год назад приехал отец. Он турок. Он показал какие-то документы. Был суд. В общем, мы его признали моим отцом. И бабушка добровольно отказалась от моего опекунства. И сказала, что я должен лет. От попечительства? От попечительства? От попечительства? Должен... Если вы правильно говорите возраст. Потому что если вы говорите, что вам сейчас 16, а ваша мама умерла 3 года тому назад, то вам точно... Если было 13 лет, тогда она была назначена опекуном. Если позже решался вопрос, тогда попечителем. Ну, неважно. Я посмотрю документы. Пожалуйста. В общем, бабушка сказала, что я должен ехать с отцом в Турцию жить. И до принятия дальнейшего решения моей судьбы, я выяснил, что меня должны отправить в детский дом. Чего, конечно же, я категорически против. Я сбежал из дома и поселился у друга. То есть, фактически, вы просите признать вас полностью дееспособным для того, чтобы не уезжать из страны, если я правильно. Да, именно так, ваша честь. Скажем, даже больше для того, чтобы легально ему жить дома, где он жил с бабушкой вместе. Потому что на сегодняшний день получается, что он еще не совершеннолетний. Значит, у него, естественно, только несколько ситуаций. Значит, либо нового попечителя, поскольку бабушка отказалась добровольно от попечительства, значит, либо это другая приемная семья, либо это детский дом, либо это Турция. Понимаете, вот у него тут четыре ситуации. Поэтому, почему он просит эмонтипацию? Ну, то есть, если я правильно понимаю, вы, установив свое отцовство, будете требовать определить место жительства ребенка совместно с вами. Правильно я понимаю? Да, ваше честь, я протестую. Я прошу, он хочет забрать его с собой в Турцию. Ну, это следующий шаг, он понимаемый. Я прошу прощения сейчас. Скажите, пожалуйста, то есть, а вы не можете сейчас проживать в этой квартире по каким причинам? Видите ли, если я останусь жить с бабушкой, либо меня должны отправить в детский дом? Нет, я поняла. То есть, не потому, что там какие-то препятствия чинятся. То есть, в данной ситуации вы располагаете необходимыми жилищными условиями. Просто вы, избегая возможности, что вас до момента решения вопроса направят в детский дом-интернат, вы поэтому не живете с бабушкой. Да, я поэтому сбежал. Он скрывается, фактически он скрывается. Потому что, как только он появится в дом, полиция уже знает о том, что значит он исчез, пропал. Понимаете, заявление есть. И скажите, пожалуйста, вы имеете, вы работаете по трудовому договору? Да, у меня есть вот справки. А заработная плата ваша? Заработная плата 15 тысяч рублей. 15 тысяч. Скажите, пожалуйста, вот возвращаясь к этой двухкомнатной квартире, там ваша собственность есть, да? Да, я... Вы стали наследником в порядке наследования по закону, правильно? У меня, я, мне принадлежит половина квартиры. Документы, пожалуйста, через судебного пристава передайте. Я вас слушаю, пожалуйста. Всего вашего. Ваш честь, я против эмансипации сына протестую. 17 лет назад в Турции, Анталии, приехала российская туристка Галина. Мы там познакомились, и она очень мне понравилась. Мы начали встречаться. Мы обнимались адресом, телефоном. А потом, через год она снова приехала отдыхать в Турции. И у нас продолжалось 5 лет отношения, мы очень друг друга любили. Потом, внезапно, она пропала. А потом я узнал только про этот... Через ее подругу Светлане, когда только она приехала отдыхать в Турции. Оказывается, она год назад умерла от катастрофы, автокатастрофы. И 15 лет назад она родила. Узнала еще через Светлане. Она с первого нашего... После первого нашего встречи она родила сына. А я приехал в Россию первый раз. Я познакомился с бабушкой, ну, мамой Светлане. Мы даже пошли генетические экспертизы. Они подтвердили, что я ее отец. Я хочу его забрать. А он со мной поехал до аэропорта. Он убежал. У меня свой бизнес там. Я хотел... Он... У меня единственный сын. Я хотел бы его забрать. Конечно, я убежал. Как я могу с ним лететь в Турцию, если вообще я не знаю, как его даже зовут? Он не мой отец. Ваша честь. Конечно, в общем-то, тяжело в этой ситуации разобраться. Потому что, во-первых, извините меня, действительно, ограничение в общении с языком большая, скажем, проблема. И, конечно, мальчик, в общем-то, переживает. Он первый раз в суде. Надо понять. И, в общем-то, немножко встать на его сторону. Простите, пожалуйста. Вот прежде, чем вы принимаете решение, что вы должны увезти ребенка, да, вы являетесь его папой, вы не сможете это отрицать заявитель, потому что это установлено генетической экспертизой. Никто бы никогда не установил отцовство, если бы этого не было. Но мне так казалось, что у вас это единственный сын. Да, ваше честь. Да, наверняка у вас на территории Турции есть другая семья. Но, может быть, как-то надо сначала контакт какой-то наладить с ребенком, а потом уже решать так кардинальный вопрос. Ваше честь. Я уверен, у меня семья, ничего нету. У меня свой бизнес, у меня лавка в своей территории, ювелирная. Я хотел бы забрать сына, и ему там будет все образование, все дальнейшее. Потому что у меня нет верности. Но у вас наверняка есть там какая-то еще дополнительная родственники. Ваши всегда много родни очень. Вот как он приедет, а может быть, его там не примут? Почему? Это же я решаю. Почему не примут? Это я его папа. Почему я не... Интересно вы говорите. Вы можете решать это быть папой, слава богу, но решать вы можете только почему-то здесь. А когда вы приедете туда, там есть старейшина, которую, может быть, совсем по-другому решат. И скажут, что нам не нужен этот мальчик, которого мы не знали все 16 лет тому назад. Вы знаете, я 100% уверен, что там, 100% уверен, что я все могу сделать для него. Потому что он мне единственный сын. Ну, знаете, вот вы уверены, а органы опеки, например, не совсем в этом уверены. Хорошо, будьте добры, пожалуйста, мне заключение, мне решение суда об восстановлении отцовства через судебный... Даже открытка у меня. Открытка? Нет, открытка недостаточно решения суда. Будьте добры, пожалуйста. Так, органы опеки, давайте. Да, Ваша честь, мы, конечно, изучили всю ситуацию. И получилось, что у нас не совсем такая легкая, как кажется на первый взгляд. Прежде всего, конечно, мы должны бы поддержать ситуацию, связанную с папой. Да, слава Богу, появился родной отец, тем более бабушка. В возрасте пожилой человек отказался добровольно от опекунства. Казалось бы, почему бы не отдать на воспитание ребенка отцу? Но в данной ситуации, если бы был тот маленький ребенок, который можно взять в охапку, полагрузить самолет и там выгрузить, но на сегодняшний день, вы видите, у нас мальчик-то уже подрос, скажем так. И мнение ее ребенка мы должны выслушать. И, естественно, понимаете, это получается какая-то, скажем, насильственная депортация представителя России в Турцию. Органы опеки такого не позвонят. Мало того, что самое главное, он, естественно, никак не хочет ехать в Турцию, потому что все эти годы никакой связи, никаких контактов с его родным отцом не было. Понимаете? И что теперь, сейчас? Мало того, я никак не могу понять, как ты оказался в аэропорту? Почему ты уже, может быть, тебя привлекло вот это вот в нем? Наверняка, ведь, вы понимаете, когда вы его уговаривали, он не сразу, сразу не хотел ехать. Вы наверняка, когда его уговаривали, предложили ему поехать, посмотреть, покупаться в море, посмотреть на пальму. Мальчишка ничего не видел, понимаете? Жить, я ему дал все. Поэтому он оказался в аэропорту. Вы понимаете, образование. Допустим, он продал дом, да, он все это сделал. Подождите, он ничего не может здесь продать, даже если его признают эмансипирован, он ничего продать до 18 лет не сможет, во-первых. Если вы рассчитываете на его деньги, которые он будет здесь иметь, или там поимеет, уехав туда, вы очень глубоко заблуждаете. Я ничего не рассчитываю, я уверен, я поддерживаю все во всем его. И образование, я все, да, у меня там свой дом, свой бизнес. Ну не хочет человек ехать. Ну не хочет он, никогда в жизни не был и не хочет пальмах. Однажды он поймет, что не деньги решает все, знаете. А может быть он и поймет. Нужно будет когда-нибудь близкий человек. Когда время проходит, это, я знаю, глупость молодости, это... Мне не близкий человек. Вы знаете, что, правильно, хорошо, время проходит. Понимаете, вот время пройдет, может, ему будет 18, дай бог, понимаете, что он здесь до 18 лет, как говорится, положено, с бабушкой проживет. Ну на сегодняшний день, конечно, сейчас это будет решаться проблема, где он будет, может быть, признает эмансипированной, он будет с бабушкой проживать на законном основании. Но время покажет, вы правильно говорите. Подождите, пусть он подрастет, может, он что-то поймет, может, у него будут какие-то другие... Нет, даже не так, наверное, а скорее всего, вы должны попытаться... Хотя бы в гости пригласить для начала. Ну, наладить отношения с ребенком, вы же должны его понять. Я могу понять ваши отцовские чувства. Вы тоже должны понять, ваша мама в силу каких-то причин. Это ее причина и ее право было принимать такое решение. Не стала вам рассказывать, кто является вашим отцом. Вот она не стала этого делать. Но папа-то в этом не виноват. Она же не только вам не стала рассказывать. Она и папе не стала говорить, что у него родился ребенок. А теперь посмотрите. Ваш папа узнает. Он приезжает на территорию Российской Федерации. Он находит вашу бабушку. Он с ней разговаривает. Он проводит экспертизу. Он обращается в суд. Он в суде устанавливает отцовство. Из чего я могу сделать вывод, что равнодушный человек так себя вести не будет. Ну вот равнодушный человек, которому все равно. Ну, подруга вашей мамы сообщила, что родился ребенок. Ну, родился и спокойно к этому человек относится. Вот посмотрите, сколько ваш отец сделал для того, чтобы попытаться создать ситуацию, при которой вернуть себе сына. Может быть, поспешил на самом деле. Ну, я могу с вами согласиться, что нужно, чтобы, наверное, как-то вы привыкли к друг другу. Возможно, я говорю, надо в гости съесть. Возможно, вам надо посмотреть, где папа живет. И папе тоже познакомить его с своими родственниками. Если там ни с семьей, ни с женой, ни с детьми, то хотя бы с своими родственниками. Чтобы он понял, что вы родной для него человек, близкий. Понимаете? Вы его любите. Или на сегодняшний день, может, это не настолько велика любовь сегодня. Значит, возможно, она будет завтра. Но ему надо тоже с этим свыкнуться. Вы поймите. Конечно, очень жалко. Мне не дали узнать. Я же не знал просто вообще. Ну, знаете, он сразу прям поехал. Но единственное, что не, ну, как вам сказать, не отвергайте добрые чувства. Понятно, когда человеку не хочется, как бы там, на свои поступки, действия, чувства в ответ зло получить. Но к вам человек, он с добрыми чувствами, он, понимаете, он пришел с любовью. Может быть, вам не нравятся там, как бы там, некие условия этой любви. Но это всегда есть возможность договориться. Вы знаете, это еще от возраста вот эта агрессия какая-то идет. Я могу, я согласна. Обратите, пожалуйста, внимание, заявитель, насколько мудро поступила ваша бабушка. Она-то понимает. Да. Но она мудро поступила в этой ситуации. Она понимает. Ну, человек пожилой, понимаете, она тоже прекрасно понимает, что век все-таки у нас не вечный, понимаете, для пожилых людей. И, естественно, когда есть родной отец и более обеспечен, чем бабушка, безусловно, она в силу любви своему внуку, конечно, предоставляет возможность отцу заняться его воспитанием, отказавшись от попечительства. Это все понятное дело. Вот другое дело, что вот он настроен очень категорично, очень ершисто, понимаете, но это еще возрастное. Понимаете, на самом деле есть, как бы, он так говорит, есть два варианта, да. Я могу удовлетворить ваше заявление, объявить вас полностью дееспособным, и в этой ситуации не знаю, как вы будете налаживать контакты, потому что вы юридически, ну, там, за исключением определенных вещей, могу отказать в удовлетворении этого иска, простите, этого заявления. Но дело в том, что, если я откажу в удовлетворении заявления, ответчик будет обращаться по определению места, он гражданин другого государства, он будет обращаться в суд по определению места жительства вас совместно с ним, я вас сразу предупреждаю, суд откажет, потому что органы опеки правы. Это фактическая депортация. То есть, когда у нас кто-то из родителей гражданин иностранного государства и требует определения места жительства ребенка вместе с собой на территории другого государства, это рассматривается как фактическая депортация. То есть, российский суд должен решение принять о выселении своего собственного гражданина. Это всегда проблема, когда дети, супруги, граждане разных стран. Поэтому я-то вижу ситуацию в том, что вы начнете, ну как вам сказать, искать дорогу друг к другу. Или я никак вас не убедила, заявите. Вы знаете, ваша часть, просто все так быстро произошло. Соглашаю, я с вами соглашаюсь. Время очень быстро, действительно, очень быстро. Хорошо. Я говорю, надо подождать немножко. Суд удаляется для принятия решения. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, рассмотрев в порядке особого производства заявление заявителя, опросив заинтересованное лицо в принятии данного решения, опросив органы опеки и попечительства в качестве заинтересованного лица, а также проведя процесс с обязательным участием прокурора, в удовлетворении заявлений об объявлении несовершеннолетнего заявителя полностью дееспособным, то есть эмансипированным, считает необходимым отказать. Суд отказывает в объявлении заявительной полностью дееспособным, потому что хотя он и достиг возраста 16 лет, в данной ситуации суд, ознакомившись с представленным им трудовым контрактом, сделал вывод, что данный трудовой контракт не гарантирует ему постоянной работы. И в этой ситуации заявитель не смог доказать, что он может полностью самостоятельно себя обеспечивать. В данной ситуации заявитель обучается в общеобразовательной школе, и в совмещении работы и получении дальнейшего образования в этой ситуации суд считает достаточно проблематичным, и поэтому отказывает в признании заявителя полностью дееспособным. Вот в этой ситуации, мне кажется, что вы для того, чтобы избежать направления в детский дом, ну, должны, так сказать, решить вопрос о попечителе, либо у приемной семьи. Вам я рассказала, что если вы будете сейчас обращаться в суд об определении места жительства, вашего сына совместно с вами вам откажут, потому что это фактическая депортация. Но у меня единственная, как вам, просьба, и я вас к этому призываю. Вы сообщаете в полицию о том, что было решение суда, и что ребенок может возвратиться к бабушке для проживания. Давайте мы сейчас беглеца из него не будем делать. Вы как бы смотрите за этой ситуацией, а вас я призываю, чтобы вы сделали шаг навстречу друг другу. И ничего страшного в этом нет. Можно поехать к папе в гости, посмотреть. Если вам не понравится, вы всегда сможете вернуться. Рассмотреть вопрос образования, если папа готов оплатить вам это образование в другой стране. Мне кажется, что шанс у вас замечательный. Понимаете, у вас есть возможность познакомиться с миром сейчас. И упускать такой возможности, мне кажется, не следует. Но это моя точка зрения за пределами вынесенного решения. Вот я как бы выносила решение, исходя из того, что данную ситуацию можно разрешить нормальными цивилизованными способами. К вам просьба, полицию предупредите, чтобы не приезжали к ребенку. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. В общем, в детдом и в Турцию я не поеду. Я буду добиваться, чтобы бабушка оформила на меня опеку. Мне придется между Турцией и Россией жить. И рано или поздно я верну своего сына. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин